Никакого монтажа, все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalty.md. Своими глазами. Предложение, ничего нового. Идем в городе двумя цветами. Касаемо тротуаров. Один темно-серый, ближе к черному. И другой светло-серый. Значит, для того, чтобы те экономические агенты, которые наводят даже порядок у себя перед магазинами, перед домами и так далее, чтобы у нас все-таки город, как я говорил, начал приобретать одинаковый, чтобы это выглядело одинаково, а не так, как ему взбредет голову. Значит, у нас на этот год, тем более мы планируем в городе отремонтировать, а в некоторых местах даже, можно сказать, построить заново, порядка, я считал, 14 километров тротуаров. Это если брать среднюю ширину, два с половиной метра. Значит, длина при ширине два с половиной метра получается 4. Да, мы говорим где-то про 15-20 миллионов лет, Дмитрий Маркович. То есть, как я говорил, начинать в разных частях города. И я специально хочу заложить в разных микрорайонах фундамент всего этого для того, чтобы именно в этом же виде дальше продолжалось. И я уверен, что всем жителям города это понравится. Плюс, как я говорил, на прием одной из дорог, когда мы там были с инспекцией, мы не настолько богаты для того, чтобы делать сегодня дешево и некачественно. Из того, что развалится там в ближайшие годы. Значит, в том числе это должно быть комфортно. Да, естественно, хотелось бы там есть разные виды натурального камня, но это сегодня очень дорого. И когда мы говорим о том количестве тротуаров и дорог, которых сегодня необходимо, нуждается наш город, значит, это просто будет нереально. Но делать хорошей плиткой, значит, лучше будем делать меньше, но качественно. Вот, например, чтобы вы понимали для сравнения. Значит, я видел плитку за 120 лет, я видел плитку за 140, маркач строит, я уверен, что видел все вместе взятых, я уверен, что многие взятые. Значит, вот эта плитка, которую я вчера построил, вне зависимости, что светлое, что темное, получается квадратный метр в районе где-то 210-215 лет. Но главное сегодня, как я говорю, идем определить цвета. Определить цвета и плюс давайте то, что мы говорили про фасады. Давайте мы все-таки станем образцом в стране, касаемо архитектуры. И вот те здания, которые сейчас будут реконструироваться, те, которые будут строиться заново, давайте все-таки зададим этот тон, вот то, что мы говорили про наш молдавский камень. Мы выглядеть будем, как во всех цивилизованных странах мира, и заодно станем в течение первого же года, мы сможем стать примером для всей страны, как прилично и цивильно, и одинаково, главное, выглядят здания в муниципе Болз. Вот такое предложение. Город делаем красивым, строгим и самое главное. Эти цвета, чтобы вы знали, я из всех городов СНГ, которые увидел, я обратил внимание, значит, где это было похоже. Это Минск, впервые я там увидел, задумался. Дальше это был Мюнхен, как бы где. Ну вот есть несколько цветов, красиво. Вена сегодня. Там преобладает, правда, больше вот этот темно-серый, чем светлый, из-за этого чуть мрача. Поэтому, Марко, правильно, нам больше все-таки надо светлого. И так людям грустно жить, сейчас еще в черный свет им все сделаем. Как бы это... То есть больше светлого. И я начал понимать, что все, что прилично в мире, выглядит во всех странах одинаково, понимаете? Тем более, что у нас эта возможность есть, касаемо фасада. Я бы всю страну сделал этими фасадами из молдавского камня.